На этом уроке мы проведем разбор слова «Маабан», а также подробно поговорим о связанном с ним правиле «Исмузаман» и «Аль-Макан» Имя место действия, имя времени действия. Итак, «Маабан» это имя по модели «Мафалин», в основе было «Маабан», образовано от глагола «Аба-Яубу», «Аубан», «Аба-Яубу», «Аба-Яубу» в основе «Маабуабун». Фатху букву «Вау» передали предшествующей букве «Хамзе», после чего, исходя из того, что «Вау» в основе имеет огласовку, а предыдущая буква теперь после передачи «Маабан» огласована фатхой, поэтому мы здесь заменим «Вау» на «Алиф», и у нас получится «Маабан» вместо «Маабан». «Маабан» это «Исма Маканан» – имя место действия, то есть «Макану-Лауби» – место возвращения, место возврата. Глагол «Аба» – «Аба-Яубу» в основе. Это «Фяалун-Суля-Сиюн-Муджарадун» – «Гойру-Сахихин», «Гойру-Сальм». Это трехбуквенный глагол, без добавления «Гойру-Сахихин» – нездоровый глагол, так как «Юа-Айн», его вторая коренная буква является слабой буквой «Вау». «Ойру-Салимин» по двум причинам – из-за упомянутой слабой буквой «Вау» в середине, а также из-за того, что его «Фа» – его первая корневая буква – это «Хамза». Значит «Аба» – «Аба» – это «Аджвафу» – пустой глагол, а также «Махмуз-Л-Фаа» – глагол, у которого первая коренная буква является «Хамза». Имя «Маабан» – «Маабан» – это «Исма Маканин» – имя место действия, образованное от глагола «Аль-Мудара». Глагол «Настоящее будущее времени» – «Я-Убу», «Я-Убу» – «Я-Убу» в основе. «Я-Убу», как мы видим, по модели «Яфулю». Здесь, я думаю, пришло время поговорить о том, как образуются формы «Исма Маканин» – имя место действия и имя времени действия. «Исма Маканин» – имя место действия и времени действия – это производная форма имени, обозначающая место совершения действия или время совершения действия. То есть это имя, указывающее на само действие и его место или время. Приведем, в пример, слово «Махраджин», которое может переводиться как «место выхода» или «время выхода», а также как «мастер», то есть «выход», имя действия – «выход». То есть «Макануль хоруджи» – «место выхода», «замануль хоруджи» или «замануль хоруджи» – «время выхода» и «хоруджин на все» – «сам выход». Так, посредством содержащихся в этом имени трехкоренных букв ха, ра и джим, оно указывает на действие «выходить», а посредством своего возраста, своей модели, то есть внешней формы, образованной от глагола «альмударя», глагола «настоящее будущее времени», при помощи добавления буквы «мин» в начале, это имя указывает на место или время этого действия, а также на значение «мастера». Значит, «махраджун» – это «исмамаканин», «исмазаманин» и «мастерун миемиум» – это имя-место действия, имя-времени действия, а также «мастер миеми», то есть «мастер», то есть «имя действия», от глагольного имя, образованного посредством добавления буквы «мин» в начале. Например, в науке «таджвыд» мы часто читаем «махраджул ха и маталян аль-халку» – «место артикуляции буквы» или звука «ха» – это «гартан», то есть дословно место выхода этой буквы. Другой пример, где слово «махраджун» указывает на время действия, например, «махраджу аль-мудариси са'ату аль-таа са'ату» или «аса'ата аль-таа са'ата» тоже. Время выхода учителя – это 9 часов. Пример для «мастера миеми» – «хараджа халидун минал-маркати махраджа аль-батал». «Халид» вышел из бытвы как герой, дословно выходом героя, будучи героем. Мы видим, что по форме имя-место действия, имя-времени действия, а также имя-действия образовано посредством добавления буквы «ми» в начале. Все эти три имени приходят по одной и той же форме «мафалин», то есть «махрадж» – это у нас «исму заманин», «исму маканин» и «мастер миемиун». Различить их можно по контексту, как мы здесь видим. Исходя из важности этой темы, приведем другой пример. Например, «хада масрау фаланин» – ты говоришь «показывай рукой», то есть это место гибели такого-то. «Масраун» – то есть «макану саран» – место гибели. «Хада тариху масрау фаланин» – это число, это дата гибели такого-то. «Масра» – то есть «замана сараги» – время его гибели. «Ахазанани масрау фаланин» – или «хазанани масрау фаланин» – «меня расстроила гибель такого-то». «Масрау фалан» – то есть «сарага» – его гибель. Здесь у нас «мастер миемиун». Польза от употребления имени места действия или времени действия – это сокращение или, скажем, уменьшение употребляемых в речи слова. Например, «сафарту магриба щамси» – «я вышел в путь во время захода солнца». Это короче, чем если бы мы сказали «сафарту вакта груби щамси» – с таким же смыслом, в таком же значении. То есть слово «магриб» заменило собой два слова – это «груб» и «вакт», «вакт» и «груб», «время» и «заход». Также это указывает на богатство языка, когда одно и то же значение можно передать разными способами, путями. Остановимся на этом. На следующем уроке, иншалу, мы подробно поговорим о правилах образования этих форм. Алхамду лиллахи, руби лаламин.